Знаете, почему не каждый человек может быть разведчиком? Шпион. Ну, шпионы это иностранные разведчики называются, а наши это не шпионы, а разведчики как раз. Так вот, в разведчике очень строгий отбор. Знаете почему? Нет? Меня интересовал всегда этот вопрос. Если бы вас, как сетевого бизнесмена, рассматривали на предмет привлечения к разведдеятельности, вас проверяли на пригодность к разведслужбе, и если бы узнали, что вы сетевик, то вас бы никогда не взяли. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Вас бы не взяли. Но, во всяком случае, 95 процентов нашего брата сетевиков ни за что не взяли бы в разведчики. Знаете, какая причина? Не потому, что вы лицом не вышли, или образования не хватает, не потому, что вы мало знаете, не потому, что вы плохо знаете английский язык, не в совершенстве, не потому, что мышцы плохо накачаны, не потому, что за границей не бывали, или еще почему-то. Нет, вовсе не поэтому. Потому, что сетевик патологически не умеет хранить тайну. Это самый главный изъян сетевика. Ведь разведчик, чем отличается от обыкновенного человека? Кстати, не только разведчик, но если о разведчике. Разведчик, он что-то знает, но молчит. Даже виду не показывает, что он знает. Он с тобой разговаривает, спрашивает, удивляется, а сам все прекрасно знает. Но он так ведет себя, как будто он не в курсе. А если его начинают пытать, поймают, враги его поймают и начинают говорить, ну-ка, расскажи нам ваши замыслы и планы, то он делает вид, что ничего не знает. И даже когда его пытают, он молчит. Вот такой разведчик. А сетевик, в отличие от разведчика, его даже пытать не надо. Он сразу все рассказывает. Он выкладывает сразу все, что знает. Поэтому он разведчике не годится. Вот представьте себе, идет презентация бизнеса. И выходит и делает презентацию человек с разведподготовкой, который был разведчиком. Он знает. Он знает, что нужно этим людям сказать только то, что им надо сказать, а не все, что он знает. Он выходит и говорит им, ребята, и дальше следует информация, которой достаточно им, этой аудитории, для принятия решения. А самое главное, самое мясо, самые тайны, самые изюминки, самые фишки, все подробности этого бизнеса, которые должны знать партнеры, он утаивает. Это ему дается легко. А дистрибьютор, когда он выходит делать презентации, он не может удержаться. У него словеский понос. Он вываливает все. Он говорит все, даже осознавая, что он делает неправильно. Он не может удержаться. Он не может не рассказать то, что он знает. Он почему-то думает, что надо рассказать все, что знаешь. Он начинает рассказывать подробно о продукте, начинает подробно рассказывать маркетинг-план, подробно карьерный план. Он подробно рассказывает все, что он знает об этой компании, все, что успел получить. У него нет разведывательной подготовки, поэтому в разведчики его не возьмут. Я не знаю, почему надо думать, или почему люди думают, и я в самом начале своей карьеры тоже так вел себя, почему люди думают, что допустимо, допустимо. Почему люди думают, что это не нанесет непоправимого ущерба вашему кандидату, если мы ему расскажем все, что знаем об этом Вересе. Для него это смертельно. Если он будет получать информацию больше, чем он может ее сожрать, съесть, переварить, воспринять, то тогда мы угробили своего кандидата. В конечном итоге, подводя черту под тем, что я сказал, я, наверное, кто смотрит мой блог, заметил, что я часто говорю об одном и том же, повторяю, просто может быть немножко по-разному. Но один из самых узких, самых больных и самых проблемных вопросов, это то, что надо говорить людям. Что не надо рассказывать все людям. Им нужно давать информацию по частям. В нужное время, в нужном месте, нужному человеку нужное количество информации. И не важно, что ты больше знаешь, не важно, что ты знаешь, что много деталей, не важно, что ты сам уже прошел давно все эти этапы и осведомленность твоя во много раз больше, чем ты сейчас говоришь. Надо быть как разведчик. Он знает много, а говорит только то, что надо в разговоре. Потому что он не болтун, находка для врага, а он разведчик. А дистрибьютор, партнер сетевой компании, ведет себя как, не как разведчик. Подумайте над этим. Желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!